Здравствуйте на государственном телеканале Западной Армении. Очевидной выпуск новостей сегодня в эфире о заболезновании от парламента Западной Армении. В Западной Армении снова пекается хлеб в туннере. Число людей, зараженных коронавирусом, в Армении достигло 1339. Международный мирный договор, подписанный в Севере, был печатью РТ Риза Теффик. Свидетельство Армин Вегнера. Сегодня день рождения Даниэла Воружана. Мы глубоко опечалены внезапной смертью господина Пьера Тилбяна, которая произошла в пятницу 17 апреля. От имени парламента Западной Армении мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Он был сыном Западной Армении с корнями из мараша. Господин Пьер Тилбян стал гражданином Западной Армении во время церемонии 24 марта 2018 года, когда ему вручили официальный паспорт. Он полностью понимал, что последний шанс спасти всех армян – это восстановить Западную Армению, это путь, который он выбрал, которому следовал. Он также искренне участвовал в заседаниях Ассамблеи армян Западной Армении в Лионе, членом которой он является. Память Пьера Тилбяна будет жить в умах поколений благодаря его примеру. Господин Леонардо Басмеджан, спикер Парламента Западной Армении, госпожа Лидия Маркусян, заместитель спикера Парламента Западной Армении, Леон, 19 апреля 2020 года. С объявлением комендантского часа и призывом остаться дома в контексте борьбы с коронавирусом в Западной Армении интерес к запеченному хлебу в Тунире вырос. Традиция выпекания хлеба в Тунире сохранилась в жизни армян и дошла и до нас в незапамятных времен. Туниры, которые обычно встречаются в предусадебных участках, стали чаще использоваться в связи с вышеуказанными ограничениями. В регионе, особенно в сельской местности, хлеб, выпекаемый женщинами в Тунире, не такая уж и редкость. Сейчас, в эпоху технологического развития и урбанизации, оно уступило свое место хлебу, выпекаемому в духовках. Но наряду с коронавирусом, который распространяется уже по всему миру, интерес к хлебу в Тунире начал расти. А в Армении за сутки зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом новости Армении news.am сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава. В общей сложности на утро 20 апреля в стране зарегистрировано 1339 инфицированных коронавирусом. Отрицательный результат был зафиксирован при проведении 13 373 тестирований. Фактически сейчас лечатся 737 человек, а выздоровели 580, скончались уже 22 пациента. Делегация Турецкой Республики, которая участвовала в подписании договора Севры, состояла из Ризы Теффика, Дамата Ферита Паши, Милия Назара, Теффика Паши, Решата Халиса и Мехмеда Хадипаши из Багдада. Отсутствует на фотографии. Соглашение должно было быть подписано тремя людьми. Риза Теффик, Решат Халис, Мехмед Хадипаша из Багдада. Генерал Дамат Ферит Паша и Милия Назир Теффик Паша не входят в число тех, кто подписал Севрский договор. Если вы посмотрите на официальную информацию, Риза Теффик, один из подписавших Севрский договор, не упоминает имени Дамата Ферита в своих показаниях, но вот, что он отметил. Предложенные условия были также известны высокой двери. Поскольку было решено принять условия, которые будут предложены Сураи и Салтаната, нам просто пришлось опустить голову и подписать документ. Но победившие государства не соглашались на подписи и предупредили, что хотят печати. У меня была печать с буквой РТ, моими же инициалами, и я взял ее с собой. Затем они позвонили нам. Соответственно, Хадипаша, затем я, затем Решат Халис Бэй подписали и скрепили печатью договор. Затем мы вышли в коридор. Я встал до коленей перед армянским мемориалом и поклонился вечному огню, который символизирует души мучеников. Пустынные лагеря, голодные дети, жертвы эпидемии предстали перед моими глазами. Мало кто может понять мои чувства. Армен Т. Вегнер, немецкий врач, который давал показания о геноциде против армян во время посещения мемориала Цитернака Берт в 1968 году. Даниил Воружан, настоящая фамилия Чбук Корян, родился в Себастье, в Западной Армении 20 апреля 1884. Убит 26 августа 1915 в Чанкры. Армянский поэт один из наиболее значительных армянских поэтов 20 века. Суть работы Даниила Воружан заключалась в красоте, силе и славе труда. Воружан родился в селе Бргник в Себастьйской губернии Западной Армении. Он учился в деревенской школе, а с 1896 года продолжал учебу в Константинополе. Сначала в школе Махитаряна, а затем в школе Халкидона. Константинополь оставляет тяжелое впечатление на ребенка. Он видит следы резни, организованные султаном Абдул-Хамидом. Одним из тех, кого преследовали в те дни, был изгнанный отец поэта, которого его родственники долго искали и, наконец, нашли в тюрьме в цепях. В 1902 году Воружан перешел в Мурат-Рафаэльскую школу в Венеции. В 1905 поэт уехал в Бельгию и поступил в Генский университет. Получив высшее образование, поэт вернулся в свой родной город в 1999 году. Два года преподавал в армянском колледже в Себастье, затем в 1911 году перешел в национальную семинарию Евдокии, Токат. В 1912 году Воружан был приглашен в Константинополь в армянский лицей в качестве инспектора. В эти годы стихи Воружана стали широко известны. За 10 лет поэт написал 4 книги «Ужасы», «Сердце племени», «Языческие песни» и «Песнь о хлебе». Он написал заметки статьи и переводил. 24 апреля 1915 года Воружан был среди интеллектуалов и общественных деятелей, арестованных турецкой полицией. Он и многие другие были сосланы в Чанкары, где был заточен в тюрьму. 26 августа 1915 года под предлогом перевода из Чанкары «Вояж» по пути был жестоко убит вместе с поэтом Рубеном Сываком и тремя другими деятелями. В Ереване есть улица и школа имени Воружан. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Марадук». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!